Прямо сейчас готов подключиться к нашему гостю. Я готов его представить. Иван Просоедов, начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта администрации города Евпатория. Доброе утро! Здравствуйте, уважаемые коллеги в студии, здравствуйте, уважаемые крымчане. Иван Иванович, как началось ваше утро нового дня? Прекрасно, с ваших позитивных слов это всегда очень хорошо. Ну, спасибо, старались. Иван Иванович, сегодня мы хотели с вами поговорить о вот таких очень важных темах, которые, думаю, актуальны как раз сейчас в преддверии Великого Мая, 75-летия Великой Победы. Я знаю, что у вас проходит ряд интересных акций в городе, к которым могут присоединиться Евпаторийцы. Вот, например, акция «Герой в каждом доме». Что это за акция такая, как в ней принять участие? Ну, вы знаете, что, к сожалению, сейчас обстоятельства приводят к тому, что режим самоизоляции не позволяет очень много мероприятий, посвященных великим праздникам, проводить в публичном режиме, то есть в режиме личного присутствия. Поэтому администрация города Евпатории старается предложить жителям альтернативные акции, которые можно проводить в онлайн-режиме. Одна из таких акций, как раз-таки «Герой в каждом доме», она призвана, скажем так, дать альтернативу тем людям, которые ежегодно выходят на шествие бессмертного полка. Заключается данная акция в том, что участникам предложено сделать фотографию с одной из реликвий тех времен, времен Великой Отечественной войны, которая имеет отношение к его славному родственнику. И выложить эту фотографию на личной странице, разместить на личной странице с хэштегом «Герой в каждом доме». Подробнее об этой акции можно почитать и принять в ней участие в сообществах «Инстаграм» и «Вконтакте», «Центр развития продвижения» и «Сообщество управления по делам семьи, молодежи и спорта». Итогом, логическим завершением этой акции станет видеоработа, скажем так, клип, ролик, который будет как раз-таки из этой фотографии собран и будет транслироваться по телевидению. Спасибо, что коллеги из телевидения нас поддерживают. Иван Иванович, расскажите, пожалуйста, мы знаем, что есть еще одна акция, «Народная летопись» она называется. Что это за акция и кто уже в ней принял участие? Ну вот мы сейчас с вами поговорили по поводу акции, которая проходит в фотоформате, а вот акция «Народная летопись» проходит в формате видео. То есть участникам этой акции предложено рассказать о своем славном предке, который совершил какой-то подвиг или просто принимал участие в сражениях за нашу родину в Великой Отечественной войне. И опять же таки есть в социальной сети ВКонтакте группа «Народная летопись» про героев, в которой можно подробно почитать об этой акции. И из тех, кто принял участие уже в этой акции, то есть можно выделить, что сегодня размещают, снял очень трогательный ролик и размещают сегодня депутат Государственного совета Республики Крым, президент Крымского футбольного союза Юрий Александрович Витохов. Ну и мы, соответственно, приглашаем вот в этих двух акциях принимать участие не только их патрицев, но и всех крымчан, потому что действительно очень благие, очень трогательные акции. Спасибо большое, Иван Иванович, за то, что рассказали сегодня. Много полезной информации. Действительно, наверное, в преддверии Великого Мая это очень ценная информация, и крымчане, которые не смогут принять участие в шествии полка, хотя бы поучаствуют так, отдадут честь этим героям, которые приблизили победу. Большое вам спасибо, Иван Иванович. Напомню, у нас в гостях был Просоедов Иван Иванович, начальник управления по делам семьи, молодежи и спорта, администрации Евпатории.